Всем привет, мои дорогие! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать и немного видеть. Ну что, мы с вами поговорим о канале Ольга Уралочка Лайф, а обсудим хрюкбанк. Очень вкусный семейный обед, да. Вчера, мои дорогие, я не осилила. Я не осилила посмотреть ещё это хрючево и это чавканье безобразное, это жрачка. И поэтому всё это дело уже оставила на утро. Ну, правильнее будет сказать, что я поздно вечером записываю обзор, чтобы его уже выложить вам с утра, когда я не смогу, скажем так, записывать. Уралка, значит, стоит уже возле кастрюли, накладывает в тарелки гречку. Какая красивая, замечательная греча. Рядом лежит буханка хлеба. Практически больше, по-моему, чем до половины уже порезано. Это так втолкать в себя хлеб будут. Ну и говорит, плов, плов, гречневый якобы плёв. Да, тебе только плёв, плёв. Накладывает огромные тарелки. Ну, не тарелки, а огромные порции. Тарелки, знаете, похоже тарелки, вот как мы суп едим из таких тарелок. Вот так же Уралка наваливает полные гречки. Гречки с мясом. И говорит Абдугани, что вот, сказал, есть хочу. Пирожки ел. А что же он твою эту ковришку или что она там делала? Кекс не ел. Видать, совсем невкусный. Раз и не притронулись толком. Чуть-чуть было заметно, что отрезано. И всё. Похоже, он там точно не пропёкся, этот кекс. Ну и, конечно, доложили. Доложили. Шесть часов уже. Это уже ужин. Сейчас поужинаем. Упахались, упахались. Уралка, ты точно упахалась только языком. Потому что молотилась и делала слишком много. Да, совсем ты не упахалась. А то, что твой сарафан там упахался. Да не трынди ты. Чем он там упахался? Упахался он. Побегал по грядкам, порвал там траву. Что он там делал? Прям напахался он. Тьфу. Дальше. Дальше, ребят. Помимо того, что она нарезала салата, тазик, она говорит, сейчас откроем закуску. Перед этим говорила, что у неё там в банках. А тут она сказала закуску. А я-то думаю, почему в прошлом видеоролике Уралка сидела, когда уже с баньки вышла, и глаза у неё в кучу были. Так значит, совсем неспроста. Значит, в этой банке и правда была для Уралочки закуска. Ну так, за кадром намахнула. Угу. Перед тем, как сесть есть. И хорошо. И в душе согрета для сугрева. Угу. И в баньке ещё больше поплыла. Да ещё её спалил и сарафан, потому что он заржал. А она тут же давай уже отмазываться. Ну, закуска, закуска якобы. Ну, закуска, типа закуска называется. Чё-то до этого не говорила закуска. А тут уже закуска. Уселись, значит, дожирать. Сарафан наливает себе воду в кружку, но он, как всегда, запивает. Уралка говорит, мне чё-то ничего, мне чё-то ничего не надо. Сидит. Растрёпанная. Волосы в разные стороны. Мокрые. Хоть бы причесалась. Хоть бы эти космачи свои причесала. Неужели на даче расчески нет? Садишься жрать перед камерой. А халат, ребят, какой у неё грязный. Ужас. Когда она сидела и стругала этот салат. И сопли эти распускала, типа по поводу дуни. Искусственные. Сидит и рядом возле камеры прям. И вот этот халат, я не знаю, она, наверное, его с прошлого года не стирала, ребят. Прямо такое чувство, что он настолько вонючий, прям стоячий. Серьёзно. Потому что даже пятна видны. Сверху на этих авокадках, если присмотреться, они прям жёлтые какие-то, жёлто-серые. Но она же постоянно халатом пот вытирает. И у неё вот сверху на груди такие прям плямы. Фу, грязнуля. И села есть в этом вонючем халате. Навалила, слушайте, этого салата на хлеб. И айда пошёл. Эта пасть прям огроменная. Тут же открывается до невозможных размеров. И этот хлеб не как положено, кусочки, да. А у них там кусманы. И всё, вперёд. Сарафан уже аж терпеть не может. Мне кажется, он сейчас уже тарелку в рот засунет. Ну и дальше, да, очередь Сарафана пришла. Сопли распускать. Про Дуню, говорит, хорошо пишут. Там хорошо. А тебе главное, чтобы писали хорошо про Дуню. Здоровья, типа, желают Дуни. Тебе это нужно было? Да, Сарафан? Тебе позитивных комментариев нужно было много? Так вы теперь Дуней прикрываетесь ради комментариев? Знаете, вот после того, как он сказал, комментариев много якобы хороших про Дуню, мне не по себе стало. Комментарии тебе нужны? Много хороших? Нет, чтобы сказал, спасибо огромное вам за комментарии. А он, да, комментариев много хороших. Он только и сидит в этих комментариях, только чистит, чистит. Ему на руку, что сейчас комментариев там много хороших про Дуню. А то, что Дуня доживает, пофигу. Главное в рот толкать. А это сидит и опять своей пачкой подвякивает, что, мол, ой, да, я читала уже комментарии. Да, читала. Но только сейчас буду в рот толкать. И опять то же самое мусолит. Еще приговаривает. Аж слезы текут. Уралка, что у тебя там может течь? Что у тебя там может течь? Никого ты никогда не любила. Ты и себя-то не любила. Хотя, знаете, вот я говорю, она себя не любит. Ну, в одном плане-то она себя любит. Свою кишку она, да, любит. Но вот она из-за того, видимо, что она где-то провалилась в этом детском возрасте, и у нее не хватает в кукухе ума, она вот именно такая и есть. Она и мужа-то своего не любила. И маму она не любила. О какой Дуне может идти речь? И вы послушайте ее. Вот и в Екатеринбург, и в Челябинск надо съездить. Кашка вкусная, да. Да, это ее такой разговор. И лезет тебе в глотку этот кусман хлеба. И лезет же тебе. Это ж надо быть такой актрисой. Жалко ей там кого-то. Пофигу, говорит про Дуню. И тут же кашка говорит вкусная, да. Поедем, поедем. Кашка вкусная. Вкусная кашка. Все мысли уже о жрачке. Какая нафиг Дуня? Дальше переключилась она уже на дачу, что ой, столько людей у нас сегодня в саду, а у самой набит рот. И что-то садят, поливают. И понимаете, такое чувство, что вот она говорит, а у нее прям глотка забита. Глотка жрачкой забита. У нее в рот толкается, не пережевывается, сразу уходит в глотку. А она еще умудряется говорить. Думаю, ужас какой. Думаю, хоть бы это у нее жрачка в глотке не застряла. Ужас, она в голосе изменилась. Ну и дальше. Хоть бы уже молчали, жрали, набивали свои кишки и молчали. Нет опять про хейтеров. Только говорили в предыдущем видеоролике, что якобы, может там, может там в комментариях хейтеры пишут, что мы якобы кошку угробили. Пусть за своими животными следят. Пусть за своими... Ну и тот сразу свой вареник открыл. Дождь идет, мы виноваты. И якобы у них животные на пепе. Угу, пепе. Рот свой заткни, пепешник, на пепе. И ешь это хрючево. И не болтай своим гнилым черным ртом. Потому что уже вообще невозможно даже слушать. Пепе. Взяли животное, значит, надо ответственность нести за него. А то на старость лет они только кошку в первый раз повезли в ветеринарную клинику. Они не знали мне, что надо обрабатывать от паразитов, что кошку надо стерилизовать. А они, ой, таблеточки мы ду не даем. Таблеточки. Вот она у нас тут кричит, кричит, а мы таблеточки гормональные даем. Гормональные. Чтоб сдохла быстрее. Или заболела чем-нибудь. Правда, Уралочка? Тебе же пофиг. Главное, чтоб ты в Дагестан доехала. Тебе же насрать на твою кошку. Кормила фиг поймешь чем. Мы видели, ребят, что ела кошка. Вискос. Вискос! Ребят, ела вискос. И получается, столько лет она у нее ела вискос. Мало того, да, она еще получала, да, периодически гормональные пилюли. Для того, чтобы не кричала. И Уралке мозги не ковыряла своим криком, потому что ей хотелось, да, ей хотелось кошке стать мамой. А Уралке не хотелось, чтобы были котята. Ну, стерилизовать, ну, как-то жалко. Как-то жалко. Ну, и, короче, у них мукбанг был посвящен Дуне. Они, опять же, ребят, просто пытались себя обелить. И вкусняшки покупает 150 рублей штука, да. Да, зачем столько набираешь? Она наша любимица. Лучше бы вы корм покупали. Супер премиум класса. Ну, или хотя бы премиум, а не эконом класса. И травили свою кошку. Вкусняшки они покупают. И цены еще озвучивают. Фу, Сарафан, стыдобище и позорище. Он еще цены озвучивает, сколько стоят вкусняшки. Слушайте, вот реально сидят с наглыми мордами и пытаются себя обелить. Тут же сидят, говорят про Дуню, что они переживают, что у этой слезы, что Сарафан, ой, как полюбил Дуню, и переживает, и рассказывает про дорогущие вкусняшки. Тут же он, как конь, ржет. Ужас, ребят. У них точно с головешками непорядок. Либо там, что у одного, что у второго за губой или уже за воротник закинуто. Либо что, мне сложно их понять. Но то, что это показуха, я могу точно сказать. Нет там никаких переживаний. Нет там никакой любви к этой кошке. Вот, знаете, можно было мне даже сказать, Оль, хватит про эту кошку, что ты это все мусолишь. Ну, так они же. Они же мусолят. Они будут мусолить, пока мы будем говорить. И для чего они будут мусолить? Чтобы обелить себя. Уралка, не надо, не надо лучше ничего говорить. Мы все прекрасно видели в твоих видеороликах. Мы видели вискос, ты рассказывала про таблетки, которые ты давала ей и пичкала ее. И мы прекрасно слышали, что у нее уже давно появилась шишечка. Но только почему-то ты не спешила в больницу. Так что заглохни, закрой ты эту свою пачку, натолкай туда жрачки, жуй и молчи. Дальше Уралочка, говорит, хотела сказать еще про Абдугани. Что вот, он хорошо закончил. Уралка, ты считаешь, что он хорошо закончил, когда по основным предметам тройбаны? Это ты считаешь хорошо, он закончил? И в кадеты он пойдет. Его уже записали, да, в класс. Кадетские его записали. А сама, слушайте, поглядывает на эту жратву, рот открывает и очередную порцию туда толкает. Дальше, слушайте, Сарафан открыл телефон. Какой же идиот! И рассказывает, вот эта Ирина, которая в школе собирает на шторы, на все это такое, сказала, что Абдугани рассказал стих, похвалите его. Прикиньте, это они даже на линейку не пошли, потому что Сарафану не было, наверное, что закинуть за губу, и срочным образом они поперлись в Екатеринбург. Прикиньте, даже на линейку не пошли. Ладно, фиг с ним, Уралка не хотел там Абдугани видеть Уралку. Но чтобы папа не пошел на линейку... Слушайте, а может, мама ходила на линейку? Хотя на самом деле, ребят, так бы Сарафану никто ничего не писал. Смотрите, прям как лично написала некая Ирина. Да еще, слушайте, и спалил, что некая Ирина, которая на шторы и на все там прочее, на ремонт, похоже, собирает деньги. Зашибись! И вы заметили, ребят, как только она начала про медальки говорить, про железные медальки там какие-то в упаковочках, всем им дали, ну, всем, понятно, да, просто всем. А ему еще, да, за стремление к учебе. Абдугани подскочил и убежал на улицу из-за стола. Какая же она противная, она даже пацану поесть не дала. И ведь он же не может ей сказать при папашке, потому что он боится его, как огня. А она дальше будет продолжать трепаться. Вы знаете, вот я бы, допустим, хотела и радовалась бы, чтобы его увезли на родину и больше не привозили, чтобы ребенок выдохнул от этого всего там, где он жил, там, где ему хорошо, там, где никто над ним не смеется, там, где с ним дружат и его понимают, где его родной язык. И, оказывается, в школе видели, что он странный, не такой, как все, и на комиссию его отправляли. Да, но Уралка с Сарафаном не поехали на комиссию, потому что они решили, что с ним все в порядке. Решили, что если после комиссии он будет, и они будут стебаться над ним, наверное, им тогда от опеки влетит. Поэтому они решили ни на какую комиссию его не возить. А дальше продолжают, да, смеяться над ним, да, и высмеивать его на камеру. Так что ребенок даже не поел нормально, подскочил и убежал. А дальше послушайте, что ему важно. Ему важно, что 42 тысячи на дзене подписчиков, благодаря всем вам. Вот что ему важно. Ну, конечно же, что может быть важно таджику? Бабосы. И больше ничего ему не важно. Кекс никто не стал есть, даже на даче. Сарафан наелся, как поросенок, пододвинул к себе общую тарелку с салатом и продолжал жрать. Слушайте, они одинаковые. Ну, а Уралка тут же уже нырнула в эту тарелку. Уже, похоже, распереживалась, что ему все это досталось. Ну, и да, Уралочка тысячу заплатила Абдугани за работу на даче. Да, и сказала, дальше будет ему платить. Приучать к труду. Таким образом она его будет. Да, к платному труду. Да, весь в папашку. Весь в папашку. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.